Жениться тоже рушниками, там повязываются, хлеб, соль, гостей встречают, и гроб опускаются тоже на рушниках. Все по каждому случаю что-то свое. Плюс обрядовый даже, на какую-то эпидемию тоже шили за одну ночь, там ткали, потом его либо сжигали утром, либо по воде пускали. Ну и тут вот разные отголоски еще языческих традиций, вот сюжет солнцестояния, свастики, там львы, птицы серен. Ну это уже такие верно подданические, с двуглавыми орлами, с пропагандой великодержавия. Вы имеете в виду сварок вот этот? Да, в старых попадаются. Какой сварок? Свастика. Ну свастик, она же не свастик называется, а по-другому какой? Свастика и называется. Солярные символы. Солярные символы. А сварок кто так называл? Бог такой был, сварок. Ну они вам только в одном месте упомянуты, и нельзя никаких выводов в общем-то делать, что это за бог, и этого балтийских славян, только в одном месте упоминания. А были другие названия в остальных, да? Вот это интересное. Ну а язычество, если опросить все современные мудрствования, какие-то там эти споры ученых, то останется только название некоторых богов с неясными функциями, и то, что Перун бог молний. Все, больше решительно ничего неизвестно. А, то есть как бы все остальное домыслы и частное мнение, то, что дискуссионны, и так далее, это все так. Да, однозначно. Ну пантеон князя Владимира, да, там шесть богов тоже с неясными функциями. Кто такой Семарголов? Да никто не знает. Да имя какой-то нерусская. Вот коклюшками привезли, да? Ну по всей видимости, затруднялись сказать. Коклюшки. Не буду врать. Углич есть купеческий дом, и там прям вообще...